Второй этап антитабачного закона вступил в силу 1 июня, но наблюдательные горожане замечают, курящих людей на улицах Слободского меньше от этого не стало. Ни рост цен на сигареты, ни штрафные санкции пока не могут искоренить у населения пагубную привычку. Я не думаю, что стало больше или стало меньше. Как вот было, так все и осталось. Люди будут курить, в любом случае они будут курить. Ничего не изменится. Закрывайте эти пачки, открывайте их, запрещайте. Будут курить всегда. Заставить бросить? Ну, я думаю, что это должно быть личное желание. У меня вот бросил папа курить, потому что внучка родилась. Решение оздоравливать нацию при помощи антитабачного закона было принято не случайно. На протяжении последних нескольких лет, по результатам разных исследований, Россия входит в пятерку самых курящих стран мира. Власть решила менять ситуацию, отучать россиян от пагубной привычки решили поэтапно. В июне 2013 года запретили курить на территории больниц, учреждения образования, детских площадках и пляжах. С июня текущего года дымить в любом общественном месте стало чревато для собственного кошелька. Пойманных за этим делом граждан будут наказывать штрафом на сумму от 500 до 1500 рублей. Июнь-июль 2013 года у нас не было не наложено ни одного штрафа. То есть мы, граждан, предупреждали, так скажем, вели разъяснительную работу. С этого года, вот уже за текущий период, на текущий момент у нас составлено более 50 административных протоколов со штрафами 500 рублей. Наказывать рублем будут те, кто продает сигареты детям и подросткам, в чьих заведениях будут замечены курящие посетители. Ведь по вступившему в силу закону в барах, ресторанах, поездах курить тоже запрещено. А отведенные для этого процессы места на предприятиях, в учреждениях общепитом, должны быть специально оборудованы. Кроме того, буквально повсюду должны находиться знаки о запрете курения. Антитабачный закон предусматривает, что специальные места должны быть изолированы, должны выделяться на пространствах, которые не являются помещениями и объектами, где курение запрещено. В данных помещениях должны оборудованы вентиляцией, должны иметь информационные таблички, место для курения там разрешено. И в то же время рядом должна располагаться информация о вреде здоровья. Если это помещение запланировано в каком-то учреждении, то в обязательном порядке там должны быть огнетушители. Контролировать соблюдение антитабачного закона, наказывать нарушителей будут многие службы и ведомства. В их числе полиция, госпошнадзор, Роскомнадзор, Федеральная антимонопольная служба, Роспотребнадзор. Суммы штрафов внушительны. Касаемо курения, я думаю, что недоисдительно обоснованно. Это 500 рублей до 1500 граждан за курение в неположенном месте. И за курение на детской площадке от 1000 до 3000. Но штраф на юридическое лицо за отсутствие контроля за курильщиками на запрещенной территории, это, конечно, много. Это 60 тысяч рублей. На предпринимателей это будет 30 тысяч рублей. По поводу отсутствия знака, это 20-30 тысяч рублей. А так как территории, где у нас должны быть повешены эти знаки, очень много, это объекты торговли, общепита, гостиницы, государственные помещения, где госорганы находятся, органы местного самоуправления. Огромные просто, практически все. Нигде же этого нет. Особенно должны ввести знаки на территории больницы. Их нет. Проверяющие сначала будут предупреждать, а уже после наказывать в закон вступил в полную силу. А между тем, многие понимают, что не кнутом в виде штрафа нужно обращать человека к здоровому образу жизни. Вот только озвучивают это мнение единицы. Создать условия для того, чтобы человек мог вести здоровый образ жизни, тогда ему самому не захочется, мне кажется, этим заниматься и вредить своему здоровью. С приведливостью ради стоит заметить, во время работы над этим материалом мы крайне редко встречали курящих людей на улицах Слободского. А большинство наших собеседников признавалось, кое-кто из их знакомых в последнее время все же смог побороть эту пагубную привычку. Продолжение следует...